Из партии Каркова, Качнева, из турнир-принтендентов. Каркова не выиграл этот матч у Качнева. В данной в этой партии 21-й партии матча была. Он допустил звук. Д4, К6, К3, Е6, Е6, Ж3. Б6, Слово Ж2, Слово Б7, С4. Слово Е7. Слово Конь правильно стоит. Слово Е7. Слово Е7 по черному. Слово Е7 по черному. Слово Е7. Е7. Слово Е7. КОНЬ. КОНЬ. Слово Е7 по черному. Слово Е7 раз. Слово Е7. Слово Е7. Слово Е6. РебJennifer е7. КОННО ДАЛЕ. Пешкой, но конь теряешь. Черный белый залит, не сами брали, но конь G5. Пешка связана, поэтому никуда не денется. Ходить нельзя, там много силы. Последовало конь C6. Правильно ход было G6, так карта проиграла одна партия. Но вот он решил рисовать иначе, конь C6. Белый залит, но D5 коньон. Ж6. Белый залит, но D2. Повушка, черные ни о чем не подозревали, что их делают. А там вот когда стояла пешка, на D5, на C4. А в какой момент? Когда там пешка стояла, где там? Нет, когда пешка стояла на D5, здесь слоны стояли на против друг друга. И когда еще взяли пешку, слоны взяли на D7. Поэтому черные уже сыграли конь C6. Ну, мы уже окушли от того момента, поэтому мы уже забыли. Ну, важно, что здесь черные побеги на D5. На D5 коньон. Черные, нет, 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 не эти, по ним идут на D5. Белые, естественно, я стану на D5. Вот такая позиция была в партии. В 90-х годах сделаны. Теперь черные могли победить даже 5, без меня сына, но примерно равно 1. А черные решили завести слону на D7. И, наверное, ладья в 8. Назили только, чтобы конь потом мог отойти. И взявнули, куда, после чего сразу, ну, и гологой играли. Удар, наверное, вот такой. Наверное, он как конь на F7. Вот так вот. Нет, это мало, потому что... Мне фигура теряется. Сылаемся. Только мало. Я беру ладья на F7. И ладья отдает себя за две фигуры. А две фигуры это сильнее, чем ладья, что ты должен знать. Нельзя выигрывать за две фигуры. Это полюс, это ту сторону, у которой две фигуры. А тем не менее, вы и выигрыш вводить ход. Это фактически отборочный матч первого субьера. Не шутка. И фарси закончилась. Сколько надо? Ну, фактически не надо передвигать. Ты говори на таз. C3. C3. Я на C3. Я на C3. А какая задача? Поставить мат. А команды никакого нет. Откуда мат? Да, если он сводится сюда. А откуда мат? Может быть, конь Е6? Слон Е6 как это предполагается? Конь. Конь. Е6. Ну, как ты поставляешь коня под две пешки. Вот и камера ничего не видела. Точно. Увидела ты. Это совершенно красивая комбинация. Ну, подумайте, когда вы сейчас хотите играть. Люди не хочется, а вот М-белы выигрывают. Может, не хочется, но тем не менее. А может, Аш-7? О! Конь Е7. Так правильно. Вот что дело. Смотрите, какая комбинация. Конь жертвует на Аш-7. Ну, а если черные отступают на Е8, то просто белые в сверхней бешке и позиция у них очень плохая. А если черные берут? Только бить вам просто. Тогда что? Тогда мат. Какой? Ферзер на Аш-7. Ферзер на Аш-7? Это не мат, король, это добра. А дальше? А дальше надо будет... А он съездил, а не локт, а слон. Нет, вы отдали. Отдали фигуру, не забудьте дальше тем, кто они отдали. У вас коня сейчас не хватает. Что делать? Вот, белые пользуются тем, что это пешка. А, шлем, шлем. Они берут эту пешку. Понятно? Нельзя еще взять, потому что слон попадает в королево. А, а что делать? Дальше подним. Дальше, что ходить? Король Аш-8. Слон убьет Аш-7. Ну, он может тоже сильнее поднимать. А, смотрите, слон Аш-6. И сейчас 6, теперь ферзер уже пописит. А, да. Слон Бьет Аш-7, потом гранит Бьет Аш-7. Ну, ты дальше, как ножничные, сразу быстрее выберем. Так. Так, да. Слон Бьет Аш-4, гранит Бьет Аш-7. Они похожи. Все, они должны играть так. Сейчас, что-то не обратно. Теперь уже даже надо садью. Но была дядя фигура, отчасти ладья. Выдавайте шаг. И выбирайте на Эш-7. То есть, просто вы ее садью, но и там и мат еще не сберяется. То есть, получилось, что сухадок-то было. В общем, там черный заряд на четырестом ходу. Сюда нельзя, бездома. Ну, сюда можно просто свесть. Черный заряд на четырестом ходу. И гранит Бьет Аш-7 и так далее. Вот такой пример, видите. Существует матч на первенстве мира. Хотя это не был матч на первенстве мира. Это был финальный матч на тренедентах. Но там выиграл этот матч, несмотря на это поражение. И забоевал право играть с Фишером. Фишер отказался играть, если вы знаете. И карта стала чемпионом мира. Ну, фактически, чемпион мира, видите, зернул комбинацию. А вот если бы мы забили Бавадьева не сломаном, а ферзером, вот так вот. То это хорошо. Тогда мы бы его поставили, ну, черный бок. Ну, нет, тут некуда деваться, все равно плотная позиция. Не говоря о том, что и лишняя качество. Ну, надо ненавидеть ферз. Не забросить его так, потому что такой мад граждан. А почему бы я был сходить, когда ты попадешь на ферз на 6-2? На 6-8. Какой палец? Ферз же 8? Или здесь, словно, стоит? Ну, будет мой, будет. Ну, у меня на баща перевес. А там, когда будет мад? Не важно. Если ферз пойдет сюда, например, тогда этот слон пойдет в игру. И он теряется, и ребенок дает мад. То есть, где защита от 6 мад? Если слон так пойдет, тогда слон может так выйти. Опять на правду, тогда, если он так пошел, то он сразу на 3-8 пошел. Если он так пойдет, то сразу на 3-8. Так, давайте. Ну, во всяком случае, видите, здесь примерно конь-го этаж 7 и неожиданно в тормсе ферз. Черные, конечно, взвернули этот удар. Последимаю. Блокация.